Всем привет, народ! И решил записать еще одно небольшое видео про свою акустику. Парочку слов и небольшую прослушку. Итак, что касается доволен ли я своей акустикой. Конечно, самая большая проблема это с низкочастотным диапазоном, так как вот эта вот херня, во-первых, не в герметичном корпусе, стоит не совсем правильно, и колонки не отыгрывают ниже 100 Гц. И, соответственно, после 50 Гц начинается пустота. Как бы он немножечко играет выше 50 Гц, но это намного тише, чем с 30 Гц до 50 Гц. Колонки, в общем-то, достаточно неплохие, но высокие приходится поднимать с эквалайзером, низко не играют, в общем, как-то так. В целом, хорошая затея, но можно собрать, если рассчитывать на более дорогую акустику, можно собрать из обычных Hi-Fi компонентов, но, опять же, покупая отдельные динамики и делая корпуса. Что я пытался замутить, но, к сожалению, очередная задумка не вышла. Итак, что изменилось? Усилитель я прибавил, теперь он на все, что необходимо, скажем так. То есть, на САП я сейчас показывать не буду, потому что на переднюю камеру снимаю, вспышки нет, все равно никогда не видно будет. В общем, прибавил на САП практически полную, примерно на 3 часа или даже чуть больше, так как сигнал с компьютера достаточно слабый, вроде бы, как считается. Вот, поэтому практически на всю прибавил. На динамики прибавил примерно наполовину, так как динамики 40 ватт номинала. Поэтому как-то так. Динамики все те же... 70 немножко мешается. Все те же пионеры. Вот, и что касается прослушки. Прослушку я решил устроить не по качеству звука или еще чего-то, а по окружению. То есть, как это будет ощущаться, скажем так, в разных концах комнаты, в соседней комнате, можно так сказать. Да, было одно сообщение, что типа, что же у вас у аудиофилов вечно бардак в комнате. А вот, смотрите, там вот выход. И вот, собственно, комната. Вопрос. Как в таком маленьком помещении жить без бардака? Вот, собственно, и все. То есть, у меня просто тупо некуда, нечего тут складывать. Точнее, и много чего есть, но некуда складывать. Поэтому многое просто разбросано. Вот, итак, перейдем, наконец-таки, к прослушке. В этот раз нам поможет трек детства. Так. Рауф и фейк. Кто знает, тот знает. Вот, и включаем на 80% громкости. И вперед. Балкон. Не знаю, слышно, нет. Сейчас поднес поближе. Наверное, слышно было вибрацию стекол. Вот. И теперь прикроем. Замечательно. Замечательно. Опять. Не успех мой убитый. В коридоре тут замечательно. Ну, и кухня общая, то бишь, соседнее помещение. Не знаю, как сейчас слышно. Наверное, слышно. Собственно, вот так вот. Сейчас выключим музыку и продолжим. Кайф. Так вот. Это не совсем то. В итоге, к чему я хотел прийти. Так как низкие частоты, конечно, это прикольно, кайфово. Когда там в районе 30 Гц, это все, как слышали, да? Дребезжание стекол и так далее. Да, это все прикольно, но это немножечко не то. Я видел подобное видео. Тоже там у чувака было два альфарда мачете. Вот. Тоже низконастроенные, но это не то. Есть сабвуфер, который будет спокойно отыгрывать от 30 до 200 Аж Гц. Прямо практически ровная полочка. Но проблемы две. Во-первых, в нем мощности, по-моему, 800 Вт или киловатт даже. И, соответственно, он и стоит 15-20 тысяч, в зависимости от того, какой сабвуфер. Вот. Я пытался договориться с производителем. Они сказали, да-да, давайте пообщаемся по этому поводу. В итоге сказали то, что гендиректор решит что-нибудь, мы вам напишем. И все, пустота. Вот. И если кто-то вдруг хочет поддержать, у кого-то есть, может, возможность или свой интерес в этом, пишите. И решим как-нибудь сговоримся. Все. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем удачи. И пока. До новых встреч. Надеюсь, еще свидимся. Субтитры сделал DimaTorzok